Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, скажи всем привет, ставьте лайки, лайки, лайки. И подписывайтесь на ее канал, Ясинская Пэтс. Я там тоже рассказываю про эту любимицу всех, которая обожает сниматься. Чуть камера не сшибла. Короче, почему мы сегодня приехали сюда, где живет Лаки? Потому что, ребята, в предыдущем видео, Лаки, все, в предыдущем видео в проклятой игрушке щенячьего патруля Экзи Маршала мы нашли ключ. Мы нашли ключ, и я подумала, блин, что-то какой-то он знакомый, ребята, что-то где-то я помню, видела этот ключ, и меня, ребята, осенило. Дело в том, что давным-давно мы в этом проклятом лесу нашли коробку, сундук, и не смогли его открыть. И я видела, что там какой-то маленький замочек. Мы его и долбили, и что только не делали. Но мы не смогли открыть, и я подумала, а вдруг это самый тот ключ, который поможет и подойдет к этой, ребят, шкатулке. Сейчас мы проверим. Она осталась лежать у нас в доме мисики, в доме из дерева. Кстати, кто новый подписчик, напишите в комментариях, что вы новенький. И я вам передаю огромный привет, ребята. Кстати, обещала еще передать Маше привет, Лизе. Девочки, всем огромное, все фан-странички, всем привет. Лаки, не надо прыгать, я же тебя, пожалуйста, прошу. Итак, этот дом мы строили очень-очень долго. Практически два года я снимаю этот дом мистике, в котором что только не происходило. Ребята, здесь куча проклятых кукол и куча всего мистического. Поэтому, Лаки, нельзя, все, хватит. Так, где-то он здесь был, этот сундук. Погоди, вот он. Отлично. Отлично. Черт. Это он? Да, вот как раз здесь этот замок. Сейчас, Лаки, нельзя, Лаки, пожалуйста. Так, отлично. Ребята, он подошел. Он подошел? Ребята, он подошел. Черт. Сейчас, сейчас я поверну. О, заела, замерзла. О, черт. Офигеть. Этого просто не может быть. Ребята, здесь проклятый гонщик, проклятая живая игрушка, гонщик Экзи, из щенячьего патруля Экзи. Как такое может быть? Потому что эту посылку мы нашли практически год назад. А эти проклятые игрушки с сайта Даркнет я начала заказывать совсем недавно. Ребята, это просто нереальная мистика. Короче, я думаю, что нам нужно провести обряд, скрыть эту игрушку и посмотреть, что в голове. Поэтому для этого мы отправимся домой. А ты, я надеюсь, что уже подписался и поставил лайк. И так, ребята, вот мы и дома. Теперь из этого сундука, в котором мы нашли проклятого гонщика Экзи, ребята, теперь мы проведем над ним обряд. Обряд, который позволит переселиться в душе через зеркало в эту проклятую игрушку Экзи. Живую игрушку. И мы узнаем, смотрите, какая история на самом деле. А живет он или нет. Кто его мне подкинул. И вообще, что находится внутри этого гонщика Экзи. Гонщик, если вы не узнали, из щенячьего патруля. Из Майнкрафта. Там, где они злые, а не обычные щенки, как в обычном мультфильме. Короче говоря, слишком долго мы болтаем. При помощи этого ключа я нашла нового гонщика Экзи. Это прикольно. Теперь для обряда нам потребуется зажечь свечи. Ребята, чем больше, тем лучше. Но никогда, ребята, ни в коем случае не зажигайте свечи дома, если вы не проводите никакие обряды, потому что это пожароопасно. Я вас очень прошу, вы можете загореться. Может загореться вещи, которые рядом с вами. Поэтому ни в коем случае не зажигайте свечи дома, спички, бумагу и так далее. Не разводите дома огонь. Итак, ребята, сейчас по накатанной, так как мы всегда делали, мы ставим наше зеркало с дверью для новых подписчиков. Кто не знает, здесь нарисована дверь, через которую выходит Экзи-монстр, то есть злая душа, которая должна будет вселиться в эту игрушку. Почему она вселяется именно в нее? Потому что здесь уже заведомо заложено проклятие на нее. Осталось только произнести заклинание. И после этого в голове этих оживших проклятых игрушек начинаются появляться всякие мистические предметы, безумно интересные и безумно страшные, которые мы с вами сейчас и посмотрим. Но иногда бывает так, что этот монстр, который вселяется, слишком жесток, и он буквально бегает по квартире. Посмотрим, что у нас выйдет в этот раз. Итак, мы ставим щенка Экзи напротив зеркала через свечи. И произносим слова. Портал зеркальный отворись, гонщика Экзи вселись. Портал зеркальный отворись, в гонщика Экзи вселись. Портал зеркальный отворись, в гонщика Экзи вселись. Так, 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 так. Смотрим, пока ничего не происходит. Черт, это я, наверное, стол шапнула. Тихо. Гонщика Экзи. Здесь кто-нибудь есть? Черт. Шесть. Ребята, вы видели это? Я не знаю, он упал из-за того, что просто стол дернулся или чего? Черт! Нет, нифига не из-за стола. Куда? Куда он делся? Где он? Дим, где он? Слышишь? В коридоре. Блин, походу, какой-то дух, который телепортируется. Гонщик, это ты? Ты его видишь? Нет. Но он где-то здесь. Он где-то. Черт, кто-то делся. Гонщик Экзи, это ты? Черт! Кто выключил свет? Свет пропал. Черт. Ребята, у нас пропал свет. Блин. Походу, это он его выключил. Черт, он играет с нами жесть, ребята. Становится еще страшнее. Черт. Черт. Куда он не будет деться? Гонщик! Ты здесь? Гонщик Экзи, это ты? Черт. Пошли по дваму. Эй, Гонщик Экзи! Гонщик Экзи, ты здесь? Черт, у вас здесь нет. Черт, где он может быть? Блин, нам нужно его срочно найти, ребята, потому что мы провели обряд. И для того, чтобы его закончить, нам необходимо вынуть все, что будет в его голове, все эти мистические предметы и оторвать глаза, произнести заклинание. И тогда он уйдет из этого мира. Если мы это не сделаем, не найдем его, он будет пугать всех здесь вокруг. Это просто жесть. Нам нужно ре... Он здесь? Черт. Он на живонере. Смотри. Черт. Гонщик Экзи, мы тебя не тронем. Гонщик Экзи, мы тебя не тронем. Блин, ты не мог потише ходить, Дим? Где его теперь искать, а? Черт. Блин, мы должны отыскать его, понимаешь? Иначе просто трэш. Мы должны найти его. Гонщик. Он вернулся в ту комнату. Слышишь, шархи? Это в детской комнате. Черт, он там, он в детской комнате. Черт, ты видишь это? Она качается. Офигеть. Нам нужно его схватить. В этот раз мы им должны помогать. Раз, два, три. Черт, я держу его, держу, держу. Черт. Черт. Ирина, его надо сразу связать. Давай, давай, скорей. Он у меня. Вот ты и попался. Давай, скорей. Держи его, держи. Держи. Черт, не получается. Давай быстрее. Погоди. Сейчас. Сейчас. Сейчас, не получается. Черт. Держи. Вот ведь, зараза. Все. Еще раздали для верности. Лапа ему свяжу. Черт. Попал. Все. Теперь никуда не ковится. Даже если очень захочет. Надежно. Мы тебя связали. Обычно, когда мы связываем Экзи-монстр внутри, игрушки успокаиваются и дает, сдается, скажем так, дает достать все то, что изнутри. Давайте, ребята, приступать. Вскроем этого гонщика Экзи. Что же у тебя там внутри? Какие мистические вещи ты ел, злой дух? Сейчас мы все узнаем, все вынем и лишим тебя этого злого духа. И ты станешь, превратишься в обычную игрушку. Так. Еще что-нибудь чувствуешь? Есть там что-нибудь? Да там полна голова всякой, всякой мистики. Я это ощущаю и так, без, без прощупывания. По-любому. Сейчас. Блин, она вообще набита нереально очень сильно. Другие ножки. Нет, нормально. Эти хотя бы режут. Ребят, в предыдущем видео мы разрезали Райдера и Маршалла Экзи. Так что, если вы эти не видели видео, рекомендую посмотреть. Ссылка будет в описании. Или же наберите просто живая игрушка Ирины Ясинской. И там будут все эти видео. Итак, отлично. Теперь его шляпу. Что под шляпой? Черт. Так. Отлично. Почти готово. Ага. Разрезала. Придется вынуть немного вот этого поролона. Льси Типона чем набивает игрушки, прежде чем добраться до истины. Так. А я надеюсь, тут не будет червяков, как в прошлом видео. Я надеюсь. Я здесь разрезаю всегда какие-то штучки, типа как ниточки какие-то. Черт. Блин, Дим, я что-то там, что-то опять лопнула. Короче, они добавляют какую-то краску, похожую на кровь. И, ребята, когда я отрезаю эту ниточку, она начинает вытекать оттуда. Это просто жесть. Черт, давайте посмотрим. Смотри. Блин, я что-то там отрезаю, и начинает вот эта жидкость вытекать. Смотри. Как будто я пробила ему голову. О, господи, ладно, давайте доставать. Я нащупала что-то твердое. Смотри, видишь, внутри там вот это вот. Что вообще такое? Не знаю, это пакетик с чем-то, блин. Зря я руками полезла. Ну ладно. Давай еще вынем. Это все. Черт, что там еще? Что-то жесткое. Фу. Это что? Это мозг, что ли, его? Какие-то? Это две половинки мозга. Смотри, это похоже на его маленький мозг. Два полушария мозга, но он пустой. Ты поздоровел? Не знаю, может быть, это мозги его вытекли. Жесть. Просто жесть. Погоди. Нифига, это не мозг. Это какая-то фигня. Я не знаю, что у него в башке, что он ел. Но это... Я даже понятия не имею, что это. Погоди. Вообще. Огигантское просто. Погоди. Еще один олег. Погоди, погоди. Там просто что-то нереально огромное. Жесть просто. Офигеть. Оно вот здесь, вот в самой глубине. Черт, сейчас, погоди. Много. Вот. Черт. Что там? Не знаю. Никак не могу вытащить. Погоди, погоди, погоди. Сейчас. Черт. Сейчас. Жесть. Это что? У него в башке... Фу. Яйцо? В его голове было яйцо? Подожди, что там внутри? Черт, я не знаю. Жесть. Оно с какой-то черной фигней. Фу. Вот это за дрянь, блин. Господи, там червяки. Что с червяками? Фу. Это жесть. Посмотрите, там червяки. Господи, черт, вообще, там еще два, посмотри. Фу, какая же это мерзость. Ааа, жесть. Черт. Самое страшное, что я еще что-то там нащупала. Блин, это пипец просто. Жесть. Этот, этот гонщик экзи вообще нереально стрёмный. Я, я просто вообще в шоке, ребята. Черт. Там еще что-то застряло из туловища. Погоди. Я не могу смотреть на этих червяков. Посмотри, просто они плавают в ка... Я не знаю, это что такое вообще. Почему яйцо в маршале было? А в маршале... Жесть. Я, походу, до чего-то добралась, до более мерзкого. Блин, Дим. Ребята, это просто трэш. Это просто жесть. Ааа, там, видимо, я не знаю, что-то нереально страшное, типа какого-то... Я не знаю, что это. На ощупь похоже на маленькое тельце. Это просто пипец. Я, я, погоди, я пока не буду открывать. Черт. Все. Все, там больше ничего нет. Походу, нам придется открыть. Это типа, знаете, что напоминает куколку. Я вот трогаю. Может быть, это мумия какая-то? Я не знаю, может, и мумия. Это просто жесть, ребят. Я надеюсь, что вы прямо сейчас поставили лайк. Потому что я сейчас вскрываю самое мистическое, самое страшное вообще. Погоди, мы еще не открыли то, что первое мы нашли. Ребят, как вы думаете, что здесь? Напишите в комментариях, и стоит ли вообще это открывать. Ладно, открываем этот кокон. Я даже боюсь представить, что там похоже на маленькое тельце. Оно, видишь, как бы в паутине какой-то. Черт, погоди, я что-то нашла. Нашла какой-то... Нашла какой-то... Крючок. Может, за него надо дернуть? Главное, чтобы это была не бомба. Ребят, на счет три отпускай. Раз, два, три. Жесть. Ладно, брось его. Погоди, я не поняла, но это... Черт! Жесть! Страшнее игрушки я не видела. Это просто жесть какая-то. Короче, осталось только это. Ребят, я не знаю, что здесь. Если вы хотите, чтобы я открыла, прямо сейчас спускайтесь в комментарии и пишите. Я думаю, что мы узнаем, что здесь в следующем видео, которое выйдет уже совсем скоро. Расписание моих видео находится на баннере моего канала. Среда, пятница, суббота, воскресенье. Четыре раза в неделю, ребята. Я всех вас жду. Пора заканчивать. До новых встреч в новых видосах. Совсем скоро. С вами была я, королева мистики. Пока!